МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, и, конечно же, всевозможные зимние развлечения. Санки, коньки, лыжи. Вот расскажите, пожалуйста, еще, что можно зимой делать, ну, например, в том же Семен-Оленинском? Ну, в Семен-Оленинском уже существует четвертый год. И у нас на горе можно покататься на горных лыжах, на сноуборде. Запустили трассу сноутюбинга. Катают детей на снежном банане за снегоходом. То есть развлечений очень много. Другое дело, что зима очень короткая. Снега в городе практически нет. Остался в пару местах. То есть у нас в Семен-Оленинском, так как у нас свой искусственный снег, свои снежные пушки, снегоплотнительная техника вся есть. Поэтому мы готовим склоны, чтобы даже если дождь, даже если оттепель, чтобы у нас снег постоянно держался на склоне. А то есть вот погода, которая сейчас у нас, она вообще никакая не помеха? Да, мокро, да, слякотно, но снежный покров позволяет кататься. А на сколько, кстати, сезон длится благодаря искусственному снегу? На месяц мы продлеваем сезон, когда уже в городе, практически вокруг нашего комплекса, уже вскрывается земля. У нас снег остается, и сантиметров по 40, по 30 на склоне есть. Люди даже, когда мы выключаем канатную дорогу, приезжают, ходят пешком, катаются. То есть снег сохраняется надолго. Вот возьмем, например, сноубординг, да? Насколько это сложно, и насколько человек может прийти, попробовать, и сколько шансов, что у него получится? И как бы он нигде не разобьется, вот еще такой момент. Ну, вопрос в том, что, во-первых, сноуборд – это сложный координационный вид спорта. Ну, экстремальный, опять же, считается. Да. При соблюдении определенных правил поведения на склоне достаточно безопасно можно все это сделать. Ну, и у нас работает служба инструкторов. Все инструктора у нас сертифицированы. Сертифицированы по международной методике. Три-четыре занятия любой практически человек начинает нормально передвигаться уже на сноуборде, поворачивать, оттормаживаться. Те ребята, кто уже научились немножко двигаться на сноуборде, они берут занятия, чтобы немножко повысить уровень своей техники, что для поездок в горы, в отпуск куда-нибудь. Поэтому это не вопрос и не проблема. То есть главное желание и главное наличие времени у людей – приехать и попробовать свои силы в сноуборде. Ну, вот я знаю много людей, которые на самом деле горят этим, занимаются, ну, просто вот нашли для себя. И теперь постоянно, да, летом, опять же, там, ехать куда-то не в лето, а в зиму покататься. Вот, но это то, что касается взрослых, а вот то, что касается детей, например, как часто приходят дети, приводят детей, и, как бы, может быть, какие-то занятия для них, специальные секции, опять же. Ну, в свое время, то есть год назад мной и моими, как бы, компаньонами была создана автономная некоммерческая организация, спортивный клуб, школы экстремальных видов спорта. И под эгидой этой школы мы собрали небольшую команду из детишек, которые достаточно успешно выступали. И в прошлом году они ездили на всероссийские соревнования. Мальчики в 11 лет, в 10 лет выполнили спортивные разряды впервые для Рязани по сноуборду. То есть они вошли в восьмерку на всероссийских соревнованиях Кубок Актины Тадургешевой в Сочи. То есть, но частично нас спонсировал комплекс на эту поездку. Все остальное мы сами себя финансировали. Уровень у ребят растет. Финансирования как такового у нас практически нет. Поэтому это становится тяжело. И вот нам приходится уже отдавать детей в Москву. В школу Олимпийского резерва у меня забрали мальчиков. Они вот, и буквально неделю-полторы назад проходил международный Кубок Актины Тадургешевой в Подмосковье. И мальчик, который перешел уже в школу Олимпийского резерва, в Буревестник, он занял там пятое место. Наш спортсмен занял 13 место, что достаточно очень высокий результат. В связи с тем, что география Кубка расширилась, приехало очень много спортсменов. Трасса была интересная. Но это очень сильный результат. Практически на сегодняшний день секции по сноуборду нет. Мы ведем работу по созданию отделения Федерации сноуборда Рязанской области. Ведем работу по созданию муниципальной школы спортивной детской и юношеской. То есть в планах, конечно, есть развивать детский спорт. Потому что все ребята, которые у нас занимаются, которые уже выступают, и которые разрядники, они занимаются абсолютно бесплатно на горе. То есть мы им предоставляем склоны, мы им предоставляем подъемники. Я с ними работаю бесплатно. По первому требованию нам готовят склоны. То есть выезжает ратрак, утрамбовывает. Люди помогают. Мы покупаем оборудование для трассы. То есть все происходит в общественных началах. В этом году к нашему губернатору обратились наши коллеги с Москвы. И предложили провести в виде эксперимента опробовать модульную программу третьего урока по горным лыжам. Ну а мы решили ее ремешко расширить. Сделать не только горнолыжную программу, но и сноубордическую. В программе на данный момент участвуют две школы. Это Подвязевская школа и Секиотовская школа. Уже треть или четвертое занятие будет проходить сегодня на горе в три часа. Мы провели сначала теоретическую часть. То есть познакомились детей с историей горных лыж, сноуборда, с историей вообще развития этого спорта. Ознакомились с правилами поведения. Познакомились со снаряжением. Как обращаться со снаряжением. И сейчас успешно проводим занятия. Детям очень нравится. Они все на позитиве уезжают. Просто счастье в глазах. Приезжают потом к нам просто покататься. Ну в принципе для нас это самое главное. Потому что мы в эту программу вклинились опять же на общественных началах. То есть все, что касается комплекса детям и школам, предоставляется бесплатно. От школ только доставка. То есть они на своем транспорте привозят детей, а мы уже занимаемся, наши инструкторы с ними занимаются. Все инструкторы имеют допуск работы с детьми. То есть проходили семинары, обучались. Авторы этой программы также нам прислали свои наработки, свои методики по работе с детьми. Поэтому техническая часть, информационная часть у нас закрыта полностью. Как эта программа будет дальше работать, я не могу сказать. Потому что все упирается естественно в финансирование. Если эта программа зарекомендует себя и будет финансирование, то естественно это плюс только нашей школе, нашей горе. Потому что гора как бы строится на частных инвестициях, без участия государства, к сожалению. Насколько, кстати, это вот дорогое удовольствие? Вообще вид спорта я имею в виду. То есть это нужно оборудование, это нужна специальная одежда. Достаточно дорогой вид спорта. Скажем так, на начальном этапе можно уложиться не в критически колоссальные суммы. Когда это выходит на профессиональный уровень. То есть когда я уже вожу спортсменов. И в принципе почему я перестал под своей эгидой вывозить спортсменов? Потому что снаряжение сразу же дорожает. То есть профессиональное снаряжение стоит колоссальных денег. То есть доска за 50-60 тысяч это нормальная цена. Это для сноуборда. Плюс ботинки тоже там в районе 20 тысяч. Это очень дорого. Так как у меня дети занимаются в основном поворотными дисциплинами. То есть слава, слава гигант. То для них уже это дороговато становится. Просто для занятий. Любой магазин. Там триал спорт, декатлон. Достаточно дешево. Можно купить доску. И бывшее употребление уже. Это вполне доступно. Для начала. Потом, когда люди уже начинают болеть этим делом. Все. Там уже ценнику нет предела. Можно чуть ли не золотые доски покупать, как говорится. Но опять же, когда у нас лето, да, нужно обязательно куда-то, чтобы там тренироваться. Ну, к спортсменам, да. К спортсменам хотя бы один летний сбор должен быть на снегу. Хотя бы один. Потому что, ну, опять же, причина того, что мы перестали вести секцию. Нужны постоянные сборы, постоянные сборы на снегу. Нужно ездить на соревнованиях. Мы этого не можем делать. Летом мы в основном выезжаем. То, что мы можем себе позволить, это выезжаем в Москву, в Подмосковье. Там снежком. Это всесезонный горнолыжный комплекс, скрытый. Вот в этом комплексе мы проводим тренировки. В связи с тем, что у нас там как бы все тренера между собой общаются, друзья, знакомые. Мы приезжаем в те дни, когда там ребята ставят трассу и проводим совместные тренировки. Ну что ж, спасибо вам огромное. Удачи. И, друзья, да, вот несмотря на то, что дождь, можно ехать и кататься. Напомню, в гостях у меня сегодня был Владислав Аменьшов, руководитель службы инструкторов спортивно-развлекательного комплекса. На Семене Оленинске это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова